Господня вызывает в каждом верующем сердце чувство любви и благодарности Богу. Подумать только, сам Бог приходит к нам, является нам как человек, говорит с нами нашими словами, в нашем виде. Творец становится тварью, всемогущий Бог рождается не в каком-то императорском дворце, а в совершенно беспомощном владельцем в логой Ефремской пещере, куда загоняли скот в плохую порогу. В событии крещения Господня Он смиренно склоняет свою главу подрубку предтечи, подрубку своей житвы. Эти праздники говорят нам о любви, о смирении и скромности живого Бога, который стал живым человеком. Никакая другая религия, кроме христианства, не проповедует такого Бога. Такого Бога, который проявил интерес к своей твари, который стал одним из них. Поразмусьте над этим, эти святые дни, которые в народе всегда именовались святками. И возрадуемся этими праздничными мнениями. Пусть эта радость поможет нам стать лучше. Пусть эта радость воодушевит тех, кто находится с нами рядом. Сейчас я перечислю грехи из общей истинности. А вы про себя молитесь, кайтесь, загружайтесь. А затем будет прочитана молитва разрешительная. И после этого все снова подойдут к иконе, примут к ужеставление, к причастию. И, пожалуйста, если будет возможность и силы, причащайтесь в эти дни рождественских святок. Исповедую Господу Богу.